Эта авария в Медвежьей долине уже пятая. Очень здорово, что телевидение пока не передает запахи. Вонь стоит неимоверная. И люди вынуждены с этим жить. Все плачут. Все плачут. Слава Богу, на лето все разъезжаются. Потому что дышать невозможно, жить невозможно. И днем, и ночью запах тонализации стоит невозможный. Раньше там в 18-м веке деревни так жили. Мы сейчас в самом центре города. Это современный микрорайон. Очень большой. Уходим под себя. Стали выяснять. Оказывается, КНС, канализационная насосная станция, никому не принадлежит. Поэтому спрашивать не с кого. Хотим привлечь и администрацию города, и районы, чтобы посмотрели на данную нашу проблему. Это действительно экологическая катастрофа. Схожие проблемы у жителей микрорайона «Водный мир». Только они терпят неприятный запах в своих квартирах. А всего таких бесхозных объектов по городу около 7 тысяч. Сейчас их оформляют в муниципальную собственность. Но эта процедура достаточно затяжная. Процедура постановки от обращения о принятии в состав и до признания права муниципальной собственности, к сожалению, занимает как минимум два года по срокам. И законом это регламентировано. И если будет какая-то более простая процедура, мы будем только рады. Та же насосная станция в Медвежьей долине. Ее передадут только в середине октября. Пока бумаги оформят, пока начнут ремонтировать. Словом, придется жителям потерпеть. Кстати, от жителей в решении проблем бесхозных коммунальных объектов зависит очень многое. Заинтересованные в данном случае ведомства, граждане, если у них существует такая проблема, они должны идти поэтапно. Первый этап это обращаться в соответствии с законом в органы местного самоуправления, в частности в администрацию города, с тем, чтобы данное имущество принималось на учет. А в дальнейшем уже как бы требовать его регистрации. Еще один вопрос, естественно, деньги. Только на инвентаризацию требуется полмиллиарда рублей. В городском бюджете, конечно, денег нет. Эта сумма будет увеличиваться, потому что количество таких объектов неизменно растет. Александр Быков, Максим Лусянский. Объективно ННТВ. Продолжение следует...